Доброго времени суток всем! Меня зовут Дарья и добро пожаловать на мой канал Дарья Фиэй. Сегодня мы сделаем анимированный задний фон в киксельном стиле. Я словила ностальгию по тем временам, когда у меня была игровая приставка Dendy, и мы с подружками рубились на нее целыми днями, пока нас не разгонят. Я хотела сделать что-то похожее, и вот что у меня получилось. Дизайн и анимации очень простые. И конечно можно взять только идею и переделать на ваш вкус. Не забудьте поставить этому видео лайк и подписаться на канал, кто этого еще не сделал. И я хочу напомнить, что теперь у меня есть страничка на Patreon, где вы найдете все файлы проектов и гучу интересностей. Ссылку на страничку я оставлю в описании под роликом, но я не буду больше затягивать, и давайте скорее начнем. Создадим композицию. И мне хочется начать с анимированного фона. Создадим новый Solid Layer черного цвета. Отлично! Для эффекта кубиков я использую эффект Fractal Noise. Чтобы его добавить идем в эффект Noise and Grain Fractal Noise. Выкручиваю значение контраста и яркости. Окей. И мне для анимации нужно, чтобы пиксели двигались сверху вниз. Поэтому анимирую значение Offset Turbulence. И как вы можете видеть, мои пока еще облачка, а не пиксели, двигаются сверху вниз. Супер! Теперь сделаем их больше похожими на пиксели и для этого добавим эффект Mosaic. Он находится во вкладке Stylize. Я увеличу количество блоков. Окей. Теперь раскрасим наши пиксели с помощью эффекта Tint. Снова идем в эффект Color Correction. Tint. Так, белый цвет меняем на темно-сиреневый. Вы можете выбрать любой на ваш вкус. Что ж, выглядит неплохо. И как завершающий штрих добавим свечение. Для этого нам нужен эффект Glow, который также находится во вкладке Stylize. Я немного здесь все поменяю. Кайф! Выглядит собафно. Ну а теперь приступим к созданию и анимации текста. Набираем какой-нибудь текст. Выравниваем по центру. Сейчас наш текст не очень-то похож на старые шрифты для игр на приставках. И, конечно, вы можете найти уже готовые шрифты для этого и воспользоваться ими. Но мы сделаем по-другому. Мы возьмем и добавим на наш текст уже знакомый нам эффект Mosaic. Выставим количество блоков. Ну, мне красиво вот так. И чтобы получились более четкие очертания, поставим вот здесь галочку. Теперь добавим сетку сверху. Для этого идем эффект Generate Grid. Толщину линии я сделаю в 2. Цвет изменим на темно-серый. Теперь, чтобы у нас получилась сетка в маленькую дырочку. Здесь вводим 0 и 0. А здесь я укажу 8 и 8. Так, я еще изменю цвет самого текста на светло-розовый. Ммм, миленько. Для моей анимации нужно, чтобы текст был объемным. Про способы, как сделать 3D текст в After Effects я расскажу в отдельном видео. А сегодня я сделала объемный текст самым простым способом. Откровенно говоря, это даже не совсем 3D. Но обо всем по порядку. Итак, что мы делаем? Мы дублируем наш слой 6 раз. Делаем их 3D слоями. Для этого клик вот в этом окне. И каждый из них смещаем немного по оси Z относительно первого слоя. Теперь создадим слой с Null Object и привяжем все слои к нему. Чтобы управляя Null слоем управлять всеми. Выделяем все слои и с помощью инструмента PickVip соединяем с Null Object. Как вы видите, в этом окне Parent Link. У нас теперь все слои связаны с нулевым слоем. Посмотрим, что получилось в итоге. Супер! Такой ленивый 3D получается. Единственное, я поменяю цвет копий на серый, чтобы это выглядело более натурально. Сделаем простенькую анимацию. Откроем Rotation и по оси Y поставим пару ключей. Так, чтобы текст поворачивался. И зациклим анимацию. Класс! Выбираем все и делаем Pre-Compose. И теперь сделаем вторую надпись. Пишем Start. Отлично! Создадим Shape Layer и нарисуем треугольник. Ему также придадим розовый цвет. На оба слоя добавим эффект Mosaic, чтобы получить эффект пикселизации. Анимируем треугольник, чтобы он мигал. Для этого поставим пару ключей. И также зациклим анимацию. Выбираем оба слоя и делаем Pre-Compose. Соединяем все вместе. Немного подвинем. Осталось только сделать Pre-Render. И вот что мы имеем в итоге. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я надеюсь вам это видео понравилось. Если так, то обязательно поставьте ему лайк. Если нашли что-то полезное для себя, то не забудьте подписаться на мой канал. не будет приятно. Все файлы этого проекта вы уже можете найти на моей страничке на патреон, ссылка на нее в описании под роликом. И как обычно, если остались вопросы или есть предложения по новым роликам, то пишите все в комментариях. Я все читаю, всем стараюсь ответить. И увидимся в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok